здравствуйте дорогие друзья вот так бывает когда мы чистимся от своих плохих семян что внезапно пропадает звук но уже все хорошо и я вас приветствую на 10 обучающем занятии курса 10 ключей к счастливой жизни я крайняя екатерина и я рада снова быть с вами и представьте какой уже путь мы с вами прошли сколько мы уже всего изучили и пожалуйста поставьте единичку в комментариях если вы с нами с первого обучающего занятия с первого урока и поставьте двоечку если вы возможно присоединились позже к нам вижу ваши единички и сейчас попробуйте вспомнить все эти 10 занятий которые мы с вами прошли и вы вели дневник и мы с вами вели дневник и отслеживали наши мысли слова и действия какой принцип какой ключ вам откликнулся больше всего на чем вы были сфокусированы поставьте от 1 до 9 пока что цифра в комментариях я поделюсь своим опытом у меня большой фокус был на пятом ключе я старалась все больше соединять людей с их мечтами целями соединять людей вместе возможно в одной компании за кружкой чая или кофе наталья пишет 1 2 здорово и ирина крышон пишет 4 и 7 спасибо за вашу обратную связь и сегодня наш корабль с вами двигается дальше и сегодняшняя тема это 10 ключ жизнь со смыслом и я рада представить наших учителей я думаю вы их помните это лапсан кадрин и драга еленска и мне бы хотелось немножечко сказать об этих учителях я уже вижу лапсан кадрин то что это мой первый учитель в наших знаниях а тот человек который познакомил меня с медитацией с йогой и стал проводником в этих знаниях приветствую здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на наше десятое занятие мы сегодня будем изучать сами десятый этический принцип я вам представляю драгу еленска которая была собственно который также как я чуть может быть больше в этих учениях она наверное больше 10 лет я 10 с небольшим драга почти столько же драга является лидером в болгарии система семян драга преподает эту систему уже давно организует занятия приезда учителей развивает эту систему и у нее очень-очень много последователей и драга организует переводы учений на болгарский язык драга в общем лидер в своей стране по учениям системы семян драга является сертифицированным преподавателем системы семян и мы очень счастливы что драга с нами на этом курсе она говорит на русском языке что здорово хотя она болгарка и живет в болгарии и сейчас драга расскажет вам о самом начале десятого принципа десятый принцип вообще это основа основ основа всего это правильное понимание вещей я передаю слово драге спасибо дорогая кадрин за такое прекрасное представление я тебе очень благодарна за то что так долго вместе со мной изучаешь помогаешь эти понять этих принципов за то что в общем как мне так и наверное многим помогла поменять свою жизнь и сегодня моё счастье моё мой шанс вместе с тобой посмотреть на самого важного ключа правильного мировоззрения и у меня вопрос к дорогим участникам смотрели ли вы свой паспорт там написано значится куда где вы родились когда вы родились но там не значится почему вы родились и это очень странный но важный вопрос не думаете сегодняшнем путешествии мы постараемся практически дать вам возможность подумать и ответить для себя на этот вопрос а теперь я расскажу вам притчу притчу знаете притча притчей а это замаскированная практика потому что все притчи они по сути дела рассказаны нам мудрецами чтобы мы смогли практиковать давайте посмотрим как притча поможет нам дойти до нашего счастья был мудрец очень старый такой и он ехал на очень тощим ослике встретил молодого человека который заснул под дерево молодой человек был очень устал и поэтому заснул вот так вот зевая и мудрец видел что очень опасная змея вошла в его рот и ушла его желудка у мудрец был фрукт какой-то я начал бить молодого человека молодой человек встряхнулся из сна начал бежать конечно и начал думать про себе потому а почему этот взрослый человек на таком тощем осле бьет меня чуя там сделал но все равно мудрец бил молодого человека пока они не зашли до одного дерева другого дерева где было очень много яблок они нашли яблони и под яблони были такие не очень хорошие яблоки гнилые молодой человек попросил мудреца почему можно ли остановить вот эту пытку и мудрец сказал да могу если ты съешь все яблоки которые здесь выпали молодой человек постарался очень постарался но съел сколько съел больше не мог когда мудрец сказал ему пожалуйста еще одно а то я опять начну молодой человек сел еще одно яблоко и смог обратно выплести все что было у него началась рвота он смог выплести обратно все что у него было в желудке а там вы помните была вот эта ядовитая змея и таким образом мудрец спас молодого человека иногда когда что-то не очень хорошее с нами случается и мы видим последствия мы не понимаем как это состояние как это событие нам помогает чтобы мы смогли уберечь себя от более плохих последствий и вот когда у меня случается такое что я злюсь на кого-то на человека можно политика когда я злюсь может на мужа и я не понимаю почему со мной такое случается эта практика убирать свой гнев и делать из него шедевр это помогает мне давайте сделаем практику подумайте о человеке который очень вас бесит ну прям знаете вы понимаете что он плохой и что вы ничего не сделали а вот так появился вашей жизни и делает очень плохих вещей вас злит я знаю что вы знакомы с ручкой я знаю что вы знаете откуда мир происходит а если так то откуда происходит вот этот злой человек может ли быть такое что весь мир происходит из меня как ручка но именно вот этот злой политик или муж или свекров он или она из меня не происходит нет не может быть такого раз так значит он не показывает как я создаю плохое в моей жизни как я создаю своих проблем как я создаю того что мне не хочется видеть в своей жизни ну спасибо Оля за ответ в чате я его увидела хороший ответ верно и тогда если этот человек мне показывает ну скажем свекровь давайте свекровь ну скажем свекровь давайте свекровь можно и политика возьмем ну давайте свекровь если свекровь мне показывает что я плохого делаю как я создаю проблем своей жизни наверное я могу подумать я могу понять каким своим действием я этого создаю и я могу перестать создавать причин для несчастья вот примерно так если свекровь все для себя забирает значит я эгоист я забираю все для себя и тогда в будущем у меня будут большие большие неприятности потому что я все забираю себе значит она мне помогает она меня оберегает от больших неприятностей больше и тогда я понимаю что этот человек может быть мудрец который старается мне помочь который старается вывести из меня из моего тела из моего ума змею ядовитою змею в виде плохих навыков плохих привычек и тогда мое отношение меняется мое отношение меняется и я даже могу развить благодарность к этому человеку потому что это уже у меня не будут такие проблемы если я пойму и поменяю свою привычку и вот эта практика показывает как соблюдение понимания десятого принципа правильного мировоззрения правильный правильный взгляд на мир правильное понимание откуда вещи происходят как это правильное понимание может принести нам счастье потому что что это счастье это когда когда у вас ничего плохого не случается и когда у вас нет никакой плохой мысли никакого плохого чувства вот так и вопрос тогда соблюдать или не соблюдать этого принципа правильно понимать и не забывать откуда мир происходит или можно и без этого я думаю что вы уже поняли наше счастье это в наше хорошее понимание откуда мир происходит и как мы можем его изменить в ту сторону что нам хочется получить такие результаты которые нам хочется и что будет если у вас хорошее правильное понимание откуда мир происходит и если каждый день вы понемножечку его продвигаете потому что это процесс это не какая-то конечная остановка во-первых мне нравится что мой доход растет когда я этого понимаю мне нравится что даже маленькие усилия которые я делаю у меня дают большие результаты мне нравится что вокруг меня самые мудрые самые добрые самые знающие что надо делать люди мне очень нравится ну можно сказать вокруг меня мудрецы очень добрые мудрецы вокруг меня учителя я вас поздравляю с тем что в этот момент именно вы стараетесь правильно продвигать свое мировоззрение вы делаете именно этот шаг вы идете в правильном направлении понимания а что если мы будем нарушать этот принцип для этого у нас кадрин приготовила несколько слайдов и нам поделиться что будет пожалуйста кадрин да я вам расскажу о том что будет если нарушать этот принцип что такое нарушать это значит не помнить о том откуда происходят вещи забыть про ручку про то что вещи наш мир происходит из того как мы относимся к другим людям если мы помним что наши все наши проблемы все вещи в нашем мире происходят из того что как мы относимся к другим как мы заботились о других людях или как мы хорошо или плохо к ним относились то тогда значит мы соблюдаем этот принцип и если мы забываем если мы думаем что эти люди сами по себе плохие что этот человек просто хочет причинить мне боль поэтому он так делает это значит что мы забыли мы забыли откуда происходят люди вокруг нас помните историю про ручку что ручка выглядит ручкой для меня для собаки и это же самая ручка выглядит чем она выглядит палочка игрушкой которую можно погрызть и если мы забываем об этом о том что один и тот же предмет в одном и том же месте в одной и той же комнате в одно и то же время выглядит по-разному для разных наблюдателей это зависит от того кто смотрит ручка происходит вот таким образом не наоборот и если мы об этом помним то тогда значит сейчас я соблюдаю этот принцип сейчас я помню про ручку ладно мы об этом еще поговорим давайте подумаем что будет если я забываю про ручку если я забываю что все в моем мире происходит от того как я раньше относилась к другим тогда мы много можем работать можем стараться создавать свой бизнес на двух работах работать с утра до ночи но доходы наши небольшие мы мы имеем какие-то деньги но нам не очень их хватает их меньше чем нам хотелось бы может быть нам вообще не платят на работе или платят мало то что мы делаем не дает большого результата то есть мы вкладываемся мы стараемся но результат не очень не очень большой не такой как нам бы хотелось бизнес не приносит дохода зарплата небольшая и давайте вернемся к предыдущему слайду то что мы получаем мы быстро теряем ну скажем нам заплатили зарплату на работе мы пошли в магазин купили то все нам захотелось еще платиться и зарплата быстро ушла нам не хватает до следующей зарплаты или если это бизнес то растет доход может быть и растет расход и тогда то что мы приобретаем в итоге на выходе получается опять так же как и было раньше или бывает так что мы не можем воспользоваться тем что что у нас есть ну например у меня была такая ситуация когда у моих знакомых была такая ситуация когда они перевели деньги из одной страны в другую куда они переехали и деньги заблокировал банк и вроде деньги есть но воспользоваться нельзя или когда у моей сестры была ситуация когда ее счет в банке был разблокирован все пожалуйста но просто нельзя пользоваться нельзя снимать деньги деньги на счету есть но их снять нельзя они должны были там лежать сколько-то времени по каким-то там техническим скажем так причинам или у вас есть недвижимость дом в котором нельзя жить или что-то такое что вроде бы оно есть но нельзя использовать и пойдем к следующему слайду и это результат того что мы забываем откуда происходят вещи и дальше пойдем следующее что происходит когда мы не помним про то откуда происходят вещи это то что мы начинаем доверять ошибочным идеям мы думаем что хорошие вещи плохие плохие а плохие вещи хороши мы начинаем мы находим что-то например в интернете какую-то хорошую программу которая поможет нам со здоровьем или обучающую программу которая выглядит вполне не прекрасно мы на нее мы на нее идем и в итоге оказывается что это нам не помогает что это какие-то странные идеи которые которые неправильны и мы учимся тратим на это какое-то время изучаем это а потом оказывается что это не дает нам результата и самое в этом для меня лично неприятное то что когда я когда мы цепляемся за какую-то идею и верим в нее оказывается что это ошибочная идея иногда мы можем распознать это к концу жизни веря в эту идею всю свою жизнь и в этом ну для меня это выглядит опасно и это происходит причина этого мы не знаем в чем причина правда же и причина этого в том что мы не понимаем откуда происходит вещь мы не понимаем или не верим что все что мы делаем говорим или думаем все это возвращается к нам и это создает нашу жизнь создает наш мир также результатом такого неправильного понимания неправильного мировоззрения мировоззрения будет обратно, нам надо вернуться, будет плохое понимание логики, математики и других. Чего-то нам объясняют, а мы что-то не понимаем. Или, не знаю, наверное, вы встречали людей, которым вы что-то пытаетесь объяснить, но они не могут этого понять. И это тоже результат неправильного мировоззрения. И также постепенно мы можем видеть себя, как мы теряем это понимание. То есть мы вроде раньше в детстве в школе хорошо учились, да, или раньше в молодости было легко понимать. А потом что-то с годами мы становимся глупее, хуже понимаем. Или, может быть, вы встречали людей в своей жизни, которые раньше были умными, а сейчас как будто, ну, годы, знаете. Старость рада приходит. И причина этого не в возрасте и не в годах, а в том, что мы понимаем мир неправильно. И также, что интересно, результатом нарушения этого принципа, то есть неправильного понимания, является то, что мы начинаем лгать. И это входит в привычку. И мы чуть-чуть начинаем привирать, потом больше и больше. И ложь входит в нашу жизнь, становится нормой. Так нормально, так все. И потом мы видим мир вокруг себя, где люди тоже обманывают. И это вроде нормально, так все живут. И мир меняется так, что мы не замечаем, как бы он деградирует. Все вокруг как будто деградирует, как будто все вокруг становится хуже и хуже и хуже. И если мы помним, что мир происходит из меня, не на меня, а из меня. Если я об этом помню или хотя бы иногда вспоминаю, то постепенно все это меняется наоборот. И я встречала людей, учителей, которые очень в возрасте, скажем так, да, ну, за 70. И они очень умны. И когда ты с ними разговариваешь, ты думаешь, боже мой, я не могу понять, что говорит этот человек. Он говорит такие гениальные вещи, что мне трудно, трудно ухватить идею. Потому что он как будто играет в волнах моря, как будто он на доске плавает, как это называется, серфинг, да? Как будто он на доске логики и правильного понимания, на доске ума плавает и играет с волнами. А я только голову высовываю из воды, мне трудно понять то, что он говорит. Потому что не возраст причина нашей глупости, а неправильное понимание. Я эксперт в этом, я хорошо знаю, что происходит, когда ты становишься глупее. У меня это было, проходило, и это приходит и уходит. И кажется, что это... Я старею, наверное. Но на самом деле причина не в этом, причина в наших семенах. И давайте посмотрим, что на следующем слайде. Мир становится, о чём я уже говорила, мир становится как будто с ног на голову, переворачивается. И то, что приносит нам страдания, считается хорошим. Ну, муж бьёт, значит, любит, например. Или другие плохие вещи, которые, по сути, свои плохие, которые приносят нам страдания. Эти вещи в мире считаются хорошими. Общепринято, что это нормально. Ну, скажем, коррупция, это нормально. Ну, я не плачу налоги, это нормально. А что, все не платят налоги? Это хорошо, не платить налоги. Это принято. И если ты платишь налоги, то ты какой-то того немножко... Ну, с тобой что-то не то. И люди не знают, что когда мы платим налоги, когда мы даём деньги другим людям, особенно всей стране, это возвращается к нам деньгами. И воровать становится нормально, принято, особенно на уровне, там, государства, коррупции. Это же воровство. Ну, это нормально. Так все делают. Или принести что-то с работы, это тоже нормально. Так все делают. И это перевёрнутый мир. Это мир, который перевёрнутый, который неправильный. Наоборот. Мир наоборот. И от этого есть ощущение внутри. Есть ощущение хаоса, беспорядка. Как будто нету ничего вокруг, где можно найти прибежище, где можно спастись, где всё правильно, всё хорошо. Одна женщина мне недавно сказала, она беженка из Украины, и она живёт в Европе, и она сказала, я не могу мыслить здраво, я не могу соображать, я не могу ничего делать. И я просто... Ощущение, что мир перевернулся. Я не могу обратно вернуться к себе. И вот это ощущение перевернувшегося мира, как будто что-то произошло, да, ковид, там, политика, вот эти все вещи в мире. Всё, что это происходит, оно становится как будто... Как будто мы не находим кучу под ногами. Не на что наступить. Ничего нет твёрдого. Оно всё как будто плывёт. Всё вытекает из наших рук, из-под наших ног. И непонятно, как это. И кажется, что мир со своей стороны происходит. На нас. Это на меня происходит. И поэтому это... Это семена. И поэтому мы можем это вернуть. Поскольку это семена. Это происходит на самом деле из меня. Мы можем изменить эту ситуацию. И на следующем слайде мы узнаем о том, что ещё можно получить, если мы верим в то, как происходят вещи на меня. Сами по себе. Люди плохие сами по себе. И этот человек сам по себе такой человек. Когда мы придерживаемся взглядов, что нету ничего хорошего и плохого, для того, чтобы нарушить этот принцип, нам нужно думать. Эти люди сами по себе. И с другой стороны, нет разницы, хорошо я поступаю или плохо я поступаю. Потому что всё, что происходит на меня, оно случайно. Как ветер подул, то с севера, то с юга, то сильный, то слабый. Я не могу повлиять на это. Нет ничего в мире, на что бы я могла повлиять. Оно само. И значит, неважно, я хорошо поступаю или плохо поступаю, какая разница. Можно воровать, можно изменять мужу, можно что угодно. Потому что нету ничего хорошего и плохого. Что это значит? Нету добра и зла. Это значит, что если я совершаю какой-то поступок, если я знаю, что этот поступок вернётся ко мне, то, что я сделала, оно возвращается ко мне. Тогда я буду думать, хочу ли я, чтобы это ко мне вернулось. И хорошим называем, что такое хорошее и плохое, добро и зло. Если я делаю другому человеку то, что вернётся ко мне приятным, хорошим результатом для меня, это хороший поступок. То, что я делаю другому человеку, и это вернётся ко мне чем-то плохим, неприятным для меня результатом, это плохой поступок. И всё. Я помню детский стишок Маршака о том, помните, да, кто может быть чуть постарше, крошка сын к отцу пришёл и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И нас, меня в детстве учили, что руки мыть с мылом это хорошо, а быть грязным и валяться в лужи это плохо. Это всё, чему меня учили. И мне пришлось вырасти и познакомиться с этими учениями, чтобы понять, что хорошо это то, что мне в итоге вернётся хорошим, приятным. А плохо это то, что мне в итоге вернётся плохим, неприятным, тем, чего я не хочу, чтобы было в моей жизни. И это всё. И это не про чистые руки и не про грязные коленки. Хорошо и плохо это только то, что приносит мне хороший или плохой результат. И больше ничего. И не верить в законы кармы, то, что нету ничего, что даёт результат. Нету ничего такого, что я делаю что-то, а потом оно же мне отвернётся. Нет такого. Что ещё? Как ещё мы нарушаем этот принцип? Даже не хочется говорить. Как мы не верим то, как происходит на самом деле мир? Это происходит, когда мы верим, что то, что приходит ко мне, как ветер. Я не могу повлиять на это. Оно само. Начальник просто кричит, просто у него плохое настроение. Просто мне урезали зарплату, ну, потому что в мире политическая ситуация, там, ситуация с ковидом, ситуация с тем, всем. Ну, поэтому экономический кризис, мне урезают зарплату. Это не происходит из меня. И я ничего такого не делала, чтобы муж на меня кричал дома, например. Или у меня испортились отношения с коллегой на работе. Это не моя роль. Это не я виновата в этом. Это что-то такое там. непонимание. И еще, когда мы мы сеем эти семена непонимания, когда мы не задаем вопросы тем людям, которые достойны того, чтобы мы задали вопросы. Конечно, здесь вопросы не про то, как испечь яблочный пирог, а имеются в виду вопросы жизненные, когда мы задаем вопрос о том, как жить, как мне поступить в какой-то сложной жизненной ситуации. И если мы задаем такие вопросы достойным людям, тем, кого мы, кого я считаю достойным человеком, чтобы спросить его, как мне поступить в этой тяжелой для меня ситуации. У меня конфликт с начальником. Что мне делать? Я не знаю, увольняться с работы или как-то, может быть, взять на себя еще больше работы. Может быть, он будет меня хвалить тогда и выйдет из конфликта эта ситуация. Или, может быть, мне лучше перейти в другой отдел, чтобы с ним не встречаться. Как мне поступить? И вместо того, чтобы задать этот вопрос человеку, которого я считаю мудрым, достойным, я думаю, да ну, что я буду его беспокоить своими глупыми проблемами? Не такая уж это и важная вещь в моей жизни. Что я буду? Или наоборот? Ну, он не достоин того, чтобы я его спрашивала. Нет, он, конечно, мудрый, опытный, умный. Ну, нет, я не буду спрашивать, как я тогда буду выглядеть в глазах других? Люди скажут, что я глупая, что я сама не могу решить эти вопросы. Чего это я пойду спрашивать? У меня может быть любая мотивация, но если я не задаю вопросы, которые на самом деле меня беспокоят, человеку, который для меня выглядит вполне достойным того, чтобы спросить у него, то это сеет семена неправильного мировоззрения. И про то, как посеять правильные вещи, нам расскажет Драга на следующем слайде. Мы посмотрим, что нужно делать. А, мы посмотрим сначала на концентрические круги. Это очень интересно. На самом деле на этом курсе мы создали, сами нарисовали, придумали эти концентрические круги к каждому из этических принципу, потому что в древних писаниях был только один концентрический, одна форма концентрических кругов для сексуальной нечистоты, для третьего принципа. А люди все время спрашивали, почему нету где найти концентрические круги по всем принципам. И мы их сами придумали. На самом деле вы можете и сами придумать такие концентрические круги, но идея в этих кругах в том, что в центре самое тяжелое нарушение, которое ведет к самому тяжелому последствию. То есть это дает самый плохой результат. И постепенно чем дальше от центра, тем тяжесть последствий меньше и меньше и меньше и меньше. И я не могу сказать, что здесь какие-то случайные вещи, нет. Во всех этих кругах мы постарались сделать логическую последовательность и такую более современную, которая приемлема в современном мире, основываясь на древних знаниях. И источник этих кругов и всех, на самом деле, всего этого курса по дистеотическим принципам, источник этого древнее писание, которым тысяча, две, две с половиной лет. И основные книги это все виды кармы, это сутра, которую преподал Будда две с половиной тысячи лет назад, и это курсы ИСИА, институт азиатской классики, которые мы очень советуем вам изучать, если вам хочется пойти глубже. Все это основано на древних, древних, древних писаниях, учениях, джетсон капы. И Ламриме по Бонгеренпаче, и других древних писаниях. Поэтому здесь нет ничего, что мы придумали. Мы просто это выстроили для вас в виде таких кругов. И я приглашаю Драгу Еленску нам рассказать дальше о том, как эти концентрические круги работают для нас. Пожалуйста, Драга. Спасибо, Катерин. Очень интересно ты рассказала, и мне понравилось очень то, что можно спрашивать, нужно спрашивать мудрого человека, достойного человека, как правильно поступать. Мне, конечно, нравится. я вам даю идею, но вы не говорите, пожалуйста, что я дала вам эту идею. Мне, конечно, нравится спрашивать у Катерин, но вы, пожалуйста, не говорите. Если будете этого делать, то не говорите, что это от меня исходит. Вот так. И давайте посмотрим, как это выявляется, как это непонимание или понимание, откуда вещи происходят в нашем мире, как оно проявляется в нашей голове, в нашем уме. И первое, основное, что здесь Катерин наметила, потому что это очень большой труд, который она проделала с этих концентрических кругов, зато низкий ей поклон, это надо было мне сделать, считать, что существует то, что не существует. Сложно понять, что это такое. В нашем языке нет такого слова, но на тибетском есть такое слово, которое обозначает ГАКЧА, это означает то, что не существует и в принципе не могло бы существовать. Идея непростая, идея сложная, и чтобы ее понять, мы пройдем через шесть нет. Мы сначала скажем, что это такое, которое не существует. Сначала его пишем, а потом скажем, что оно таким не является. И первая идея, когда мы смотрим на какое-то событие, человек, когда мы смотрим вообще на чего-то и думаем, что оно не изменится. примерно мы смотрим на свою свою кровь или на какую-то политику, которая нас раздражает именно в этот момент, или нам кажется, что он плохо поступает, и мы понимаем, что он такой или она такая, она злая, она вообще-то неправильно, плохо воспитана, или вообще-то она жадничает, и это не меняется. Это первое, что нам надо убрать. Это не так. Вещи меняются от момента к моменту. Мне страшно подумать, если вещи не менялись, как бы я справилась с тем, с тех явлений, с тех людей, которые мне не нравятся, которые меня ранят. это первое. А теперь мы посмотрим на вторую. То, что нам кажется, это не так. На второе нет. Это иллюзия. Это наш взгляд, что мы можем контролировать в настоящий момент то, что происходит. давайте возьмем такой хороший пример, который нам всем знаком. Кричит муж. Ну, кричащий муж и вообще-то два мужа на кухне, это будет наша практика в четверг. Поэтому мы здесь немножко разберем, а в четверг мы будем тренироваться, как это использовать у нас дома, на кухне. потому что это очень-очень такая приложенная наука. Это наука, которую нужно применять. Это не просто лекция. И поэтому мы будем теперь попробовать разобраться и потом применить. А применить мы будем тренироваться в четверг или, извините, в субботу. Ну, в субботу. Потом наша хорошая команда вам скинет ссылку и время. А теперь второе наше неправильного зрения. Я могу контролировать. Накричал муж. Я мне думается, что если я крикну в ответ, он кричит «Ты дура?» и если я отвечу «Сам дурак!» то это его остановит. Я забыла о ручке. Я забыла, что это проявляется моё старое семя, то, что я сделала месяц назад или неделю назад. И я думаю, что могу его именно сейчас изменить. Ну, что я делаю? Отвечаю таким образом. Я просто ставлю новое семя, чтобы я сажаю новое плохое семя, чтобы на следующей неделе он тоже на меня накричал или чтобы мой босс на меня накричал. Значит, тоже отменяем. Нет, мы не будем так думать. Мы этого убираем. И если вы сможете это сделать, я вас поздравляю. Вы только что остановили свое несчастье. Остановили крики в вашем адресе. Давайте посмотрим на третий вариант. Хорошо. Муж, наверное, я его выбрала. Но как насчет вот этого политика, которого я совершенно не одобряю? который причиняет мне вред. Кажется, что он ничего общего со мной не имеет. Я здесь, он там, наверху. Я его не создала, я его не выбирала. Совершенно мы даже совершенно незнакомы. Мы просто случайно оказались в одно и то же время. это правильно или нет? Если мир, как ручка, происходит из меня, то этого не может быть. Поэтому мы понимаем, что нет такого, как случайно происходящее. Я создала этого политика, я создала этого мужа, который на меня кричит. И если это не было так, я была бы большой, ну, у меня были большие проблемы, потому что это означает, что я не могу ничего с этим сделать. Если он там, наверху, а я здесь, то вообще-то что, мне нужно поделать? Ничего. А если есть связь, если я создаю, значит я могу и убрать. И это мне дает надежда, очень большая надежда, когда у меня такие события, которые сложные, когда у меня дни, которых я никак не могу понять, как я продолжу дальше, у меня есть надежда, потому что то, что происходит, и я мы происходим от одного и того же земли. Я это создала, я могу это поменять. И вот мы уже знаем, что нет такого политика, нет такого мужа, нет такой спекрови, нет такого банковского счета, которые не были бы в связи, не происходили из меня. И это самая большая надежда в мире. А давайте теперь посмотрим на качество этого человека. Мы выбрали мужа, и политика, и свекровь. Ну, это одно и то же, по сути дела. И есть такие качества, которые мы думаем, что они как бы прилипли. Ну, здесь мой телефон, а здесь качество, цвет. Я думаю, что этот цвет, он как бы составная часть моего телефона. Если этот политик, он определенно злой. Если этот мой муж, он определенно кричащий. Если это свекровь, то она обязательно злая. Мы думаем, что этикетка или качество человека, они приклеены друг к другу. Но это не так. Подумайте, как мама видит этого злого политика и как мама видит моего мужа. Она думает, что он защищается от этой злой невестки. Вот так. И здесь этикетка уже злая идет на невестку, которая сама по себе хорошая, добрая. Ну, вы же понимаете, нет такого качества, которое обязательно приклеено к объекту. Нет. Сам по себе объект не обладает качества. Они тоже происходят от меня и я убираю. Это заблуждение. Нет, качества, они не автоматически связаны с объектом. и мы уже дошли до пятого заблуждения, которого можно назвать 50 на 50. и если 50 на 50, то подумайте, у меня на кухне кричащий муж, но я ничего не сделала, я ничего не сделала, почему он там? Да, правильно, у меня муж, он происходит из меня, но для того, чтобы он на меня накричал, я ничего не сделала. Это так или нет? Ох, вспоминаю ручку. Значит, должно было быть какое-то семя. Значит, я создала причину. Не может быть такого, что у меня чего-то случается, а я ничего не сделала, что это случайность, что я жертва. Здесь тоже огромная надежда. Здесь тоже сидит моя сила, моя вера. Я сто раз уже пробовала. Я уже двенадцать лет этого пробую и всегда получается. Да, если я приостанавливаю свою плохую привычку, мир меняется. Плохой парень, плохой муж, плохой политик, они меняются. значит, я чего-то сделала и убираем. Я ничего не сделала. И доходим до последнего, до шестого. Подумайте о своем теле, о своем уме. есть ли там чего-то, что не происходит из вас, о своем мире? Есть ли там чего-то, что не происходит из вас? Да? Нет? Напишите, пожалуйста, в чате семь, кто нашел чего-то, что не происходит от него. А я подожду. Не нашли. Супер, что не нашли. Спасибо, Оля. Вот. Не можем найти. И это потому, что не существует то, что не происходит из наших семян. семян. То есть, понимание того, что ничего не существует, которое не происходит из наших семян, не существует гакча, это и находится в центре кармических кругов. если если мы понимаем этого, то мы никак не можем ошибиться. Мы никак не можем сделать вот эти вот все. Мы не можем верить, что нет плохих и хороших поступков. Я сделала там чего-то, но это неплохо, нехорошо. Это ко мне не возвращается, это не будет для меня расти, открываться как хороший и плохой результат. Это неверно. Если мы так верим, то мы не будем смотреть на свои поступки и мы создадим то, что мы не хотим получить в результате. Конечно, это беда. И следующее не верить в законы кармы и ее последствия. Если вы не думаете о том, что вы создаете своими поступками, то вы не будете заботиться и о том, что семена всегда растут и вы не будете заботиться о том, что вы получите то же самое и и вы не будете заботиться о том, чтобы посеять свою мечту, а вы будете просто ждать, он пусть придет, я очень хочу и не получите ничего. И вы не будете заботиться о том, чтобы убрать свою плохую привычку, которая опять оставила вас без денег. Одна и та же привычка. Или опять оставила вас без помощи или без партнера, или без того, что вам нужно. И вы не будете заботиться о том, какие будут ваши привычки, и вы не будете заботиться о том, какое будет ваше будущее, потому что таким образом, когда мы понимаем или не понимаем, мы создаем свое будущее. Если мы понимаем закон, мы создаем хорошее будущее, такое, какое мы хотим. А если мы не понимаем, то что получится? Вы знаете, что получается. У вас уже есть достаточно опыта. и то, что следует для меня самой глупой вещь в мире верить, что мои проблемы, в моих проблемах виновен кто-то еще. Мой муж, мой босс, мои политики, ну вообще там мир города, а я подруга, которая опять чего-то напутала или кто-то, ну скажем, сосед, который не сделал что надо. Если вы верите, что в ваших проблемах виновен кто-то еще, вы как будто себе отрезаете руки. Вы ничего не можете сделать, потому что вы работаете как в зеркале. Вы стараетесь поправить прическу, вот прическа она нехорошая, и я стараюсь в зеркале ее исправить, у меня ничего не получится, потому что она не там, не в зеркале, она здесь, я должна исправить ее здесь, если я хочу. Вот поэтому это не очень умно, верить, что другие виноваты в моих проблемах. Почти то же самое, верить, что другие могут сделать меня счастливой. это означает, что если я найду партнера, если я найду босса, если я найду инвестора, то это решит всех моих проблем. Ну, дадут они мне деньги, или мы поженимся, и я, и будет кто решат за меня проблем. Это не так, потому что и проблемы, и их решения, они исходят из моих семян. Будут хорошие семена, не будут у меня проблем, будут плохие семена, ни партнер, ни босс, ни инвестор могут сделать меня счастливой. И это было о людях, а теперь о вещах то же самое. Верить, что вещи могут сделать мне счастливой дом, крутая машина, достаточно денег. Это не то. Сколько раз вы думали, что ну пусть я просто попаду в этот институт, пусть я закончу этот институт, будут у меня все проблемы решения, пусть я только выйду замуж, пусть я только рожу ребенка, ничего не решается, проблемы увеличиваются, пусть я только разведусь, все решится, ничего не решается. Сколько раз вы делали ошибку думать, что какое-то состояние или какая-то вещь может сделать вас счастливым. Посмотрите на свою жизнь, вы найдете такие, очень много случаями. И конечно расстраиваться из-за мнения других людей. А почему? Потому что мнение других людей тоже из моих семян. Нравится ли вам эта презентация? Не нравится? Хорошие вы отзывы пишите в чате или плохие? будете вы осуждать или обсуждать потом? Это все будет из моих семян. Когда-то я сделала себе такой эксперимент. Я была на DCI. Там примерно последнее выступление 150 человек из примерно 30 стран. Я могу ошибаться, но где-то так. и в это выступление мне нужно было выступать на английском. Я никак не говорила по-английски. У меня не было времени никак подготовиться. Я решила, что единственный мой шанс создать семена для того, чтобы меня хвалили. Я знаю, что мой английский ниже нуля. Я знаю, что подготовка ниже нуля. а при всем при этом мне выпала тема концентрические круги. Ну нет такой темы, где так мало информации. Просто ее нет. и я придумала. Я начала хвалить всех подряд. Даже тех китайцев, вьетнамцев, которые я не могу назвать по имени. Я хвалила эмотиконами, сердечками, короткими словами. Угадайте, в конце этого выступления две с половиной странички чата были похвалы относительно моего выступления. Я их до сих пор берегу как очень хорошее доказательство тому, что даже если ты ничего не можешь, ты можешь получить похвалу и не одну. Поэтому думайте, как посеять хорошие. вам так надо, чтобы вас хвалили, то подумайте, как посеять эту похвалу. Но не расстраивайтесь. Тот, кто теперь говорит, что вы не очень крутая, не очень крутой, если вы немножко постараетесь с правильным мировоззрением, на следующей неделе будет бегать, будет хвалить вас. Вот такой вот эксперимент сделайте для себя. и теперь я хочу дать слово Кадрин, которое расскажет вам, а что дальше? Да, что же дальше? Дальше мы поговорим о том, как посеять хорошие поступки, которые приведут нас, меня, меня, к хорошему результату. Как посеять что-то хорошее в этом конкретном этическом принципе. И вообще, о чем этот этический принцип? Давайте еще раз заглянем. Это принцип про то, как я думаю про мои мысли. Есть три принципа про тело. Помните? Это первый сохранение жизни. Второй заботиться об имуществе других людей или воровство в негативном ключе. Третий это сексуальная нечистота или чистота уважать отношения других людей. Это три принципа, связанных с телом. Следующая тройка это три принципа, связанных с... Четыре принципа, связанных с речью. Первый принцип лгать или наоборот говорить правду. Второй из них из этой четверки это разделять людей или соединять людей. Я надеюсь, что вы вспоминаете в голове в это время. Соединять людей своей речью или разделять людей своей речью. Третий из этой четверки это грубая речь или наоборот мягкая речь. То есть когда мы говорим неприятные другим людям слова или наоборот приятные или говорим таким образом, что это людям слышать приятно. И четвертый из четверки связанных с речью это говорить впустую, то есть говорить о том, что не важно или говорить о том, о чем важно говорить, говорить значимо. То, что вы говорите, это имеет значение. это четыре связанных с речью, это три связанных с телом. И у нас остается еще одна тройка связанных с нашими мыслями. Мы можем сеять семена при помощи тела, речи и мыслей. И тройка связанная с мыслями это, как вы помните, это радоваться успехам других людей. Когда у них происходит что-то хорошее у наших врагов, у неприятных людей, когда у человека что-то случается, чего я хочу себе, это происходит у другого. И мы радуемся успехам других людей. Это первый из последней тройки. Второй из последней тройки это сочувствовать, когда у человека происходит что-то плохое, особенно если это неприятный человек, если это кто-то, кто хотелось бы, чтобы у него все было плохо, он мне наступил на ногу, сказал что-нибудь неприятное. И если у него происходит какая-то беда, мы думаем, хорошо, так ему и надо, я говорила. И тогда мы нарушаем этот принцип, тогда мы сейм плохие семена, что вернется к нам тем, что люди не будут нас поддерживать. Это с порой и стройки. Радоваться успехам других, сочувствовать неудачам других. И сейчас мы дошли до третьего из последней тройки, то есть десятого принципа в целом, это как мы мыслим, опять же, это наша идея, откуда происходят вещи, откуда происходит этот мир, откуда происходит, кричит на меня начальник или хвалит, откуда происходит, урезают мне зарплату из-за экономического кризиса или наоборот повышают, потому что я хорошо работаю, откуда происходит, понижают меня в должности или увольняют на работе или наоборот продвигают, предлагают мне участие в пакет акций из моей компании, стать соучредителем, откуда происходит, откуда происходит мое здоровье, здоровое мое тело или нет, откуда происходит, как протекает болезнь, если я заболела, быстро я вылечиваюсь или долго болею, тяжело болею или легко, откуда происходит, почему кто-то болеет одним и тем же гриппом тяжело, а кто-то болеет тем же самым гриппом легко или насморком, почему, если мы помним про ручку, здесь мы вам написали слово ручка, и давайте еще раз вспомним, что там такое про ручку на самом деле происходит, потому что много этого слова встречается в презентации, давайте напомним вам, если вы это уже слышали 28 раз, значит, вам осталось услышать еще 2072 раза, 2972 раза, чтобы было 3000. Итак, просто думайте о том, какой следующий вопрос. вот это штучка, вот это штучка, если я спрошу вас, что это? Наверное, вы скажете, это ручка, а если в комнату прибежит собачка, щенок, и я покажу эту штучку собачке, увидит ли она ручку, как вы думаете? Скорее, вы скажете, нет, она увидит игрушку, палочку, и захочется схватить ее и погрызть. И тогда видит ли собака ручку? Очевидно, нет. Она видит этот же самый предмет, но видит его как игрушку, как палочку. И ей, в общем, все равно ручка перед ней или кусочек ветки от дерева. Она будет одинаково реагировать на них, одинаково грызть. Кто прав? Я? Кто видит эту штуку ручкой и хочет что-нибудь написать этой штуке, использовать для того, чтобы сделать какие-то заметки по этой лекции, например. Или собака, которая видит эту штуку ничем не отличающимся от куска ветки дерева. И да, очевидно, оба правы. Потому что эта же самая штука работает для собаки как игрушка и работает для меня как ручка. Получается, в одной и той же комнате, в одно и то же время один и тот же предмет выглядит для меня ручкой, для собаки палочкой. Как интересно, о чем мы здесь говорим? Мы говорим о вашем начальнике, о вашем здоровье, о вашей зарплате. Все остальное точно так же, как ручка для кого-то выглядит хорошо, для кого-то плохо, кому-то нравится, кому-то не нравится. И если я спрошу вас, это красивая ручка, напишите в чате единичку, кто считает эту ручку красивой, и напишите в чате двоечку, кто считает эту ручку некрасивой, и напишите в чате троечку, кому в принципе она никак некрасивая, не некрасивая, не могу сказать. Так, эта штука, она выглядит по-разному для всех, кто на нее смотрит. Большинству нравится. Хорошо. Есть, кому не нравится. Прекрасно. спасибо. Получается, что один и тот же предмет даже для людей выглядит по-разному. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И тогда, чем сам по себе этот предмет является? Красивой ручкой или некрасивой ручкой? В смысле, палочкой или ручкой? чем сам по себе является этот предмет? Я помню, как, не знаю, лет 15 назад меня очень заботило. Вот, а на самом деле-то, на самом деле, этот человек хороший или плохой? А вот на самом деле, это правда или неправда? И меня очень интересовало, а на самом деле, я понимаю, да, мое восприятие не субъективное, не объективное, не само... Как это сказать? Есть объективное, есть субъективное, да, вот, мне интересовало... Да, я воспринимаю вещи по-разному. Сегодня мне что-то нравится, завтра мне это же самое не нравится. Я это понимаю. А на самом деле, как? Меня это очень интересовало. И здесь я нашла ответ на этот вопрос. На самом деле, скажите, это ручка или палочка? На самом деле, это что? Если я положу эту штуку на стол, и все люди выйдут из комнаты, и все собаки выйдут из комнаты, что тогда останется лежать на столе? На самом деле, это что? Обычно люди отвечают так же, как вы в чате, как вы... хорошо. Ладно, а если войдет человек и подойдет к столу и посмотрит на этот предмет, чем этот предмет в тот момент станет? Он станет ручкой. В тот момент, когда взгляд человека коснется этого предмета, когда взгляд упадет на этот предмет, этот предмет станет ручкой на самом деле. И в тот момент, когда собачка забежит в комнату и посмотрит, поставит лапы на стол и посмотрит на этот предмет, в тот момент, когда ее взгляд коснется этого предмета, этот предмет станет палочкой, тот же тот же самый предмет. И тогда эта штука, вот этот голубой продолговатый предмет, на самом деле сам по себе не является ни палочкой, ни ручкой. Это зависит от того, кто смотрит. Совершенно верно. То есть это не от предмета происходит, то, чем эта штука является сама по себе, происходит от того, кто смотрит. Если смотрю я, человек, это ручка, точно ручка, я уверена это ручка. Но если сюда забежит собачка и посмотрит на этот предмет, и она, если бы она могла говорить, она бы с уверенностью вам сказала, с точно такой же уверенностью, ну, это палка, ее же можно грызть. и ты, глупая женщина, зачем ты ее в руках держишь? Ее погрызи. Она хрустит прикольно. Эта штука работает одинаково для меня и для собаки. И это доказывает тот факт, что ручка не происходит со своей собственной стороны. Она происходит от наблюдателя, от того, кто на нее смотрит. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о вашей зарплате, о вашем здоровье, о вашем карьерном росте или не росте, о политике, о ситуации с коронавирусом или другой какой-нибудь оспыть, чем-нибудь еще. Мы говорим обо всем, что окружает нас. Наш мир как ручка не происходит со своей стороны. в смысле ваш муж, в смысле ваш бойфренд, ваш парень или ваша девушка или ваша мама как ручка не происходит со своей собственной стороны. Как доказать? Ну, если вы замужем, например, вы женщина, то вы выходили замуж за прекрасного, восхитительного мужчину, в которого наверняка вы были влюблены. И наверняка, если вы несколько лет хотя бы замужем, вы заметили, как этот человек меняется. Иногда он вас бесит, иногда он делает какие-то ужасные вещи. И кто-то, может быть, скажет, я тогда не разглядела, какой этот человек на самом деле. И поэтому сейчас я должна разводиться. В следующий раз я буду внимательнее разглядывать. Я знаю людей, которые выходят замуж три раза, четыре раза, пять раз. они все пытаются разглядеть сразу. Но почему-то все одинаково развивается в каждом браке. В каждом браке отношения сначала прекрасные, а потом хочется развести. И у мужа обычно одни и те же проблемы. В отношениях между ними одни и те же проблемы. Интересно. почему? Может быть, потому что муж, так же, как ручка, ну или жена, так же, как ручка, происходит из моих, из моего ума, скажем так. Хорошо, что-то должно быть в моем уме, что заставляет меня видеть этого мужа, эту ручку, эту зарплату, хорошим или плохим. Что-то должно быть внутри, моего сознания, моего ума, что вынуждает меня видеть эту штуку ручкой, а собаку вынуждает видеть эту штуку палочкой. Потому что я же не выбираю сама, хочу, чтобы это было ручкой. Нет, она ручкой для меня. Или я не выбираю, чтобы у меня заболел живот, например. Он просто берет и болит. Он меня не спрашивает, болит ему или нет. И какие-то проблемы в моей жизни встречаются не потому, что я этого захотела, и это доказывает тот факт, что позитивное мышление, конечно, прекрасно, но если я буду желать, чтобы эта ручка стала, не знаю, пачкой денег, не станет. То есть есть что-то внутри меня, что заставляет меня видеть этот предмет определенным образом. и мое желание никак, как будто бы на это не влияет. То есть эта штука внутри меня, и при этом я не могу на нее повлиять. Грустная новость. Давайте посмотрим, что можно сделать. Учителя говорят, что внутри меня, моего сознания, есть семена, ментальные отпечатки. это то, о чем весь этот курс, семена, это то, что я вижу, слышу, думаю, как я делаю другим. Говорю что-то другим людям, даю что-то другим людям, отнимаю что-то у других людей. Я это делаю, и моя видеокамера, мои глаза записывают, они видят, они записывают это. Это откладывается на жестком диске, и там есть хранится в памяти этого жесткого диска, и потом, когда проходит время, эти самые штуки, отпечатки, семена, раскрывают и создают этот мир, создают ту ситуацию, которая происходит вокруг меня. В смысле, семя из моего сознания трескается, оттуда выпрыгивает маленькая картинка, вот такая, сотканная из света, и надевается на этот предмет, и этот предмет становится ручкой для меня. И у собаки есть такие же семена, ну, почти такие же. Есть такое же маленькое семечко, из которого выпрыгивает картинка, такая же, ну, почти такая же. Она выпрыгивает из ума собаки, из сознания собаки, и надевается на этот предмет. И для собаки эта штука становится палочкой, потому что само семя чуть-чуть другое. Картинка как будто бы такая же, но там палочка, а тут ручка. И все, а предмет один и тот же. Представляете? В смысле, муж один и тот же. И сначала он был прекрасным, любящим, внимательным, молодым человеком, а потом он становится старым брюзгой, который нас раздражает. И у это лишь семена, которые выпрыгивают из моего сознания и надеваются на этот предмет. И в какой-то момент, если я смогу, благодаря своим практикам, благодаря изучению, благодаря медитации, замедлить свое сознание так, чтобы я смогла заметить, как это семя выпрыгивает и как оно надевается. Это возможно, говорят учителя. Так замедлить свое сознание, чтобы увидеть, как семя надевается на эту штуку и я вижу ручку. Потому что семена выпрыгивают из моего сознания так быстро, 65 секунду. Кино 24 кадра в секунду. И мы уже не можем увидеть отдельные картинки. Мы видим это как видео. Но мои семена выпрыгивают со скоростью 65 секунд. Конечно, я не могу заметить. Конечно, для меня выглядит этот мир одним целым фильмом со всеми запахами, звуками, вкусами, ощущениями. И тогда я верю, что это само по себе. Начальник сам по себе злится, муж сам по себе стареет. Это он такой становится. Я ничего не делала. Но если я знаю, что ручка происходит из меня, то тогда я могу подумать о том, что и все остальное, как ручка, так же происходит из моих семян. Из того, как я видела себя, что-то делающий, говорящий или даже думающий о других людях. И если я это пойму в какой-то момент, если я это действительно пойму, то я, моя жизнь станет прекрасной. То я никогда не буду делать больше поступков, которые плохие. Помните, мы говорили, плохое это то, что приводит меня к страданию. Я никогда больше не буду совершать плохих поступков, которые ведут меня к страданию. Я буду совершать только хорошие. Ну, зачем мне? Зачем мне создавать себе проблемы? Я буду делать другим людям только хорошее. И тогда я сама буду получать только хорошее. Проблемка небольшая, что у меня кое-что уже создано. Некоторые семена я уже сделала, посадила раньше. И теперь они еще готовятся созреть и раскрыться. И это занимает время с того момента, как я посеяла семена, до того момента, как они дадут свои плоды. И помните законы кармы, про которые вам сказала Драга? Результат всегда превышает семя. Желудь маленький, дуб большой. Результат всегда больше, чем причина. И поэтому когда что-то происходит в моей жизни, люди часто чьи это жизни? Люди часто говорят, не, ну, за кого я не делала? Не, ну, я, конечно, сам обманывала понемножку, ну, чтобы так, ну, нет. Результат всегда больше. И если я перестану делать маленькие плохие вещи и буду знать, как, и начну делать маленькие хорошие вещи, это приведет меня к большому хорошему результату. это хорошая новость. Я могу изменить абсолютно все, ведь абсолютно все это мои семена. Абсолютно все в этом мире как ручка происходит из меня. и помнить про ручку здесь, на нашем слайде, если мы вернемся к тому, что вы видите на своем экране, помнить про ручку, вспоминать про ручку как можно чаще. Это не значит вспоминать про ручку, это значит вспоминать про идею пустоты и взаимозависимости. Идея пустоты, это, помните, вот эта штука сама по себе, когда нету никого, ни собак, ни людей в комнате, эта штука сама по себе пуста от того, чтобы быть чем-то, быть палочкой или быть ручкой. Сама по себе эта штука пустая, она может стать и тем, и другим. И идея взаимозависимости это идея того, что от меня происходит то, чем становится этот предмет, когда я захожу в комнату и смотрю на него. И если каждый день я буду хотя бы немножко изучать это, хотя бы немножко что-то слушать, что-то читать, смотреть видео про эту идею ручки, то тогда постепенно эта идея будет все больше и больше укореняться в моем сознании, и мне будет все легче и легче помнить о том, откуда на самом деле происходит начальник, муж, политика, экономика, деньги в моем кошельке или на моей карте. Поэтому стараться вспоминать, стараться прикладывать усилия, понять закон причины и следствия. То, что мы делаем другим людям, то возвращается к нам. Особенно в сложных ситуациях, особенно когда трудно, когда кто-то на нас кричит, кто-то нас обижает, стараться вспомнить и держаться изо всех сил, за это наше понимание. Это очень мощная практика, которая создает невероятно сильные силы. Давайте посмотрим следующий слайд. И про это нам расскажет Драга о том, как важно делать, как мы называем эту медитацию радости. Спасибо, Катерин. Невероятно хорошее объяснение ручки. И это было очень-очень важно. Я люблю технологии. И очень люблю, когда мне легко дается достичь результата. И поэтому я люблю эту технологию медитации радости. Это технология, которая позволяет мне очень быстро врастить свои семена, помочь им раскрыться и получить в своей жизни то, чего я хочу. И таким образом понемножку становиться счастливее и счастливее. иногда даже быстро. За год скажем. Получается. И вот медитация радости она очень непростая. Как хорошо выглядит эта девочка, которая откинулась назад и с счастливой улыбки вспоминает чего хорошего она сделала сегодня. Потому что она очень хорошо понимает откуда происходит ее мир. Выглядит хорошо, выглядит легко. Для меня это совершенно не легкая технология, не легкая практика. я знаю уже много лет, знаю, что каждый вечер, иногда три-четыре раза в день, когда я спешу получить результат, надо делать медитацию радости. но знать и делать это совершенно разные вещи. Я знаю и иногда не получается. То ли не получается начать, то ли получается, что я начинаю и потом отвлекаюсь. Я думала, почему это так? Потому что мне не верится, что такая обычная практика, медитация о радости, может помочь мне получить тот результат, который иногда кажется мне почти недостижимым. Но знаете, когда у вас большие проблемы, когда у вас нет другого выхода, вы включаете все, что знаете. и наверное это тот же мудрец на тощем ослике, который мне помогает делать мою медитацию радости. Когда мне очень трудно, когда я хочу быстро получить результат, а выглядит так, что он невозможен, я включаю несколько раз в день медитацию радости. Я откидываюсь назад вот так вот и думаю о всех хороших вещах, которые я сделала сегодня и которые такие очень связанные с тем результатом, который я хочу получить. если мне быстро нужны деньги, я стараюсь вспоминать, что я сделала, кому я помогла, кому отдала свое время, свою энергию. Вы же помните время деньги, поэтому это вот так вот связано. Я стараюсь прокрутить очень четко в своей голове, как люди радовались, как хорошо было услышать их благодарности или увидеть их улыбку. Я еще стараюсь подумать о том, как хорошо поступили другие. Сегодня, например, я буду радоваться тому, что я выделила время для того, чтобы ознакомить вас с своим опытом, своим пониманием 10-го принципа, 10-го ключа к счастливой жизни. Но я тоже буду радоваться тому, что кадрин и вся эта команда, которая здесь работает, они тоже выделяли время своей жизни, очень-очень ценное время своей жизни, чтобы создать эту возможность, чтобы вдохновить, а потом создать и провести этот курс для вас. И от этой радости я получу 10% от их заслуг. 10% нравится. Но есть еще более такой сильный вариант, ускоритель, когда хороших семян, когда я думаю о том, что я не только получу результат, но я еще и применяю такую систему, я применяю систему семян, и я могу пошагово рассказать эту технологию, я могу четко сказать другим, как они тоже могут добиться радости, успеха, счастья в конечном итоге. И вот это тоже приносит мне большую радость, потому что одно дело, если вам случайно удастся достичь результата, а совершенно другое дело, если вы сможете систематически как в алгоритме создавать результат, и тогда вы сможете поделиться с другими. Наверное, это самое хорошее наследие, которое я могу дать своим детям. Наверное, это самый хороший подарок, который я могу сделать своему мужу. Я это и делаю. Вместе со мной в Болгарии учатся все родня. Ну, что вы знали. поэтому медитация о радости как минимум у нее есть две части. Первое, вы радуетесь своим хорошим поступком и хорошим поступком других людей, которые вы видите, и хорошим поступком своих учителей, которые являются очень высокими объектами. и второе, вы радуетесь тому, что вы применяете очень новая, ну, по сути, древняя система и она всегда работает и вы можете четко на нее ссылаться и вы можете передавать другим эту технологию и она им тоже будет в помощь. Она им тоже принесет счастье. Итак, мы приходим опять к началу, к первому вопросу. Помните, что я спрашивала о вас в начале? У вас в паспорте отмечено, когда вы родились, где вы родились, но не отмечено, почему вы родились. Я вам обещала, что мы сегодня ответим на этот вопрос. Вот технология, которую мы используем в понимании, откуда мир происходит и в том числе часть технологий, которая называется медитация радости, они вам дадут возможность убрать плохие события, плохие люди, плохие эмоции в вашей жизни и создать такой мир, такой дом, такую семью, такое тело и такой ум, который будет приносить вам только счастье. И, наверное, мы можем тогда подумать, что мы родились, чтобы быть абсолютно счастливыми. И мы родились, чтобы иметь силу помочь всем людям стать абсолютно счастливыми. По крайней мере, мне нравится думать, что смысл моего рождения заключается именно в этом. но поскольку это стоит некоторых усилий, то даю слово Кадрин, она расскажет вам о домашнем задании. Пожалуйста, Кадрин. Спасибо, Драга. Домашнее задание это то, как на самом деле этого достичь. Драга сказала о том, что мы родились для счастья. И я раньше думала, я слышала эту идею, и я думала, ну, если я родилась, чтобы быть счастливой, как Драга сказала, если бы верить Драге, я родилась, чтобы быть счастливой, значит, я должна в своей жизни сделать все, чтобы сделать себя счастливой. То есть создать себе как можно больше денег, удовольствий, там, не знаю, мороженого, чтобы у меня было много. Вот всего, что меня делает счастливой? Интересно. Что меня делает счастливой? Мороженое, деньги, удовольствие. И постепенно с опытом, с пониманием, с возрастом, не знаю, как говорят, да, мудрость приходит с годами. Иногда годы приходят одни. Иногда мы понимаем с, не знаю, может быть, карма меняется. Иногда мы понимаем, что ни деньги, ни мороженое, ни игрушки не приносят нам счастья. Ни телефоны новые, ни машины, ни яхты, ни самолеты. Счастье на самом деле не приносят. Счастье возникает от того, если я вспомню про ручку, что счастье возникает от того, что я даю другим людям. И тогда оно возвращается ко мне. И если как ручку, то тогда и мое ощущение счастья тоже как ручка, оно тоже происходит из меня. И тогда я буду чувствовать себя счастливой, независимо от того, сколько у меня мороженого, игрушек, телефонов, машин и так далее. Я буду чувствовать себя счастливой, если у меня есть семена счастья. Интересно, как создать семена счастья? Ну, начать можно с того, что давать другим людям то, что они хотят. И тогда я сама буду получать то, что я хочу. Это уже радует, это уже как-то вдохновляет. Если я буду стараться сделать счастливыми других, ну, подождите, подождите, могу ли я сделать счастливым другого человека, если он происходит из меня. Значит, что, я могу сделать его счастливым? Значит, значит, я должна сама стать счастливой, чтобы другого человека увидеть счастливым. Вау! Круг замкнулся. Похоже, замкнулся круг. Подождите, что же делать? Как же мне сделать так, чтобы другие люди были счастливы? И я тогда увидела себя счастливой. и как мне стать самой счастливой? Потому что, потому что я делаю счастливыми других, и потому что я вижу других людей счастливыми вокруг себя. Что же делать? И первое, что я могу сделать, это давать другим людям самое простое, то, что они хотят. Помните, желудь в маленький, дуб большой. Маленькое семя, семя, семечка, подсолнуха дает большой подсолнух, на котором очень много семечек подсолнечных. Маленькое действие создает большой результат. Значит, если я буду совершать маленькое действие, чтобы кому-то, не знаю, приготовить чай, или дать таблетку от головной боли, когда у человека болит голова, или кого-то подвезти на машине, или просто пропустить на дороге вперед, или в очереди, если я буду совершать маленькое действие, это даст большой результат мне. Поэтому, поэтому мне нужно быть осторожным, чтобы не сделать ничего плохого для другого человека, потому что это сделает меня несчастным. И надо быть очень внимательным, чтобы найти, как я могу принести радость другому человеку, потому что это сеет семена для меня, в моем сознании, чтобы быть счастливой самой. Итак, домашние задания, я попрошу показать слайд, где это написано, домашние задания это вспоминать про ручку. Вспоминать, следующий слайд, вспоминать как можно чаще про то, что все происходит из моих семян. И записывать в дневнике, я надеюсь, вы ведете дневник, мы давали вам очень медленно, мягко рекомендации все больше и больше этических принципов добавлять в свой дневник. И в итоге, как высокая практика, это отслеживание своих поступков. И мы ввели эту практику для вас, и надеясь, что вы следовали за нашими рекомендациями, и что вы это делаете. Если вы будете шесть раз в день останавливаться и вспоминать про ручку, этого уже будет достаточно для того, чтобы ваша жизнь становилась лучше. Шесть раз в день открывайте свой дневник и смотрите, какой сейчас этический принцип нужно проверить. Что сейчас у меня следующее по списку. Может быть, это сохранение жизни. И тогда вы записываете, как за последние 24 часа я сохраняла жизнь. Может быть, кому-то я приготовила чай, может быть, кому-то я выжала апельсиновый сок, может быть, кого-то я подвезла на машине для того, чтобы человеку не пришлось по холоду или по дождю тащиться пешком. И, может быть, я кому-то чем-то еще помогла. Маленький поступок. Я записываю в свой шестиразовый дневник. Проходит 2-3 часа, я снова открываю свой дневник и делаю следующую запись по следующему принципу. И, может быть, это сохранение имущества или воровство других людей. Сохранение имущества других людей это что? Это может быть? Я подумала о том, что было бы здорово распечатать для ребенка тетрадку какую-то, знаете, есть тетрадки, в которых дети пишут, распечатанные на принтере или продающиеся тетрадки. Я решила, что я не буду покупать, я возьму подружки и отксерю. Я принесла на работу и думаю, сейчас я отксерю. И тут я вспомнила, это же воровство. Если я буду пользоваться рабочим принтером, рабочей бумагой, за это же платит начальник или владелец моей компании. И не, 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 я не буду. И я отказалась от этого. Я решила, нет, я лучше куплю за 200 рублей эту тетрадку, так и быть. Но я не буду воровать. Делать маленькое воровство. И это тогда я записываю в плюс в своем дневнике. И так шесть раз в день нужно останавливаться и просто проверять, что сегодня за последние 24 часа или может быть даже вчера или позавчера или неделю назад я сделала хорошего или может быть плохого, забыв о том, откуда происходит ручка. И шесть раз в день останавливаться и вспоминать эту идею и проверять свои этические принципы. Это потрясающе мощный инструмент для того, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Сделать счастливее себя, потому что я делаю счастливее других. И тогда, как сказала драга, вы будете более счастливым человеком. И тогда вам не нужно будет в паспорте искать, зачем вы родились, потому что вы будете точно знать, я родилась для того, чтобы я была счастлива и все вокруг меня были счастливы. И я могу это сделать, и я знаю, как это сделать, и я это сделаю. И вы это можете сделать при помощи дневника и этого домашнего задания. Собственно, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. И давайте вернемся к предыдущему слайду. хочу сказать, что наш курс из десяти этических принципов заканчивается, но в следующее воскресенье у нас будет последнее заключительное занятие по всем этическим принципам. И у нас будет в этот четверг, в ближайший четверг, практическое занятие, на котором мы обсудим то, как вы применяли или какие у вас были сложности в применении этого принципа. Помнили ли вы про ручку? Сколько раз в день вы вспоминали про ручку? Мы обсудим это, ответим на ваши вопросы, поможем вам применять это на практике. А также у драги есть одна секретная техника, которая с вами поделится в четверг и даст вам еще одну практику для того, чтобы использовать это в своей повседневной жизни. И это практика очень интересная. Я вам советую прийти в четверг послушать. У нас будет не очень удобное для вас время. А, в четверг, извините. Спасибо, Катя. В субботу в шесть часов по Москве. В четверг у нас не получалось со временем, потому что я в Аризоне, в Америке, драга в Болгарии, и у нас нам сложно подстроиться по то время, которое вам удобно. И я прошу прощения за это, что мы прыгаем так с нашим временем, то в один день, то в другой, то раньше, то позже. Если вы случайно пропустили занятие, послушайте запись, пожалуйста. И мы решили, что в субботу вам будет удобнее. Мы так думаем. Поэтому мы приглашаем вас в субботу на практическое занятие. И сейчас я хочу предложить Кате крайней рассказать нам о том, что будет дальше. Катя, приглашаю тебя поделиться с нами. Дорогие учителя, за этот прекрасный урок. Спасибо, Лапсан Кадрин, спасибо, драга Еленска. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам сегодняшнее занятие. Спасибо за вашу обратную связь. Да, вспомним, где мы с вами находимся. Мы более двух месяцев с дорогими нашими учителями изучали новое для нас, возможно, для кого-то не новое, но мы больше углубились в эти знания, углубились в принципы, в ключи для создания нашей счастливой жизни. И сегодня, как сказала Кадрин, наше финальное было обучающее занятие по принципам, но нас с вами ожидает еще одно практическое занятие, которое будет в субботу, простите, которое будет в субботу 18.0 по Москве. и завершающее занятие, которое будет следующее воскресенье 4 декабря. И на этом завершающем занятии наши учителя проведут такое ревью по принципам, по всем десяти принципам, которые мы с вами изучили. И также будет вручение призов самым активным участникам. И напомню, какие это призы. Это три приза. Первый приз это индивидуальная консультация с Лапсанкой Дри, которая будет длиться около часа, на которой вы можете решить свою ситуацию, обсудить вопрос, который вас волнует. Второй приз это разбор в групповом занятии вашей личной ситуации. И третий приз это книга Майкла Роуча на ваш выбор. Поэтому приходите, мы вас ждем. И также, я думаю, как вы уже поняли, если у нас есть один приз, это разбор вашей ситуации в группе, то у нас будет после завершающего занятия еще одно занятие такое практическое, где вы сможете прийти и посмотреть, да, как разбирают этого участника, сделать свои выводы для себя. Когда будет это занятие, мы вам скажем позже. Спасибо вам огромное, что вы с нами. Пожалуйста, продолжайте практиковать. Если у вас есть какие-то вопросы нашим учителям, возможно, какие-то организационные или технические вопросы, вы можете задать в чате курса. И также в чате и канале курса есть ссылки на все занятия, на обучающие, на практические. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, практикуйте. Спасибо вам огромное. И до встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok